Скоро настанет апрель, но любители леда и снега со всей страны до сих пор могут насладиться ледом и снегом в провинции Хей-Лунзян. Самое северное географическое положение Китая и низкие температуры в течение полгода позволили провинции Хей-Лунзян достичь длительного сезона леда и снега. Недавно в Харбинском априарном барке состоялась церемония присвоения пингвину Таусю звания ледяной и снежный ангел Хей-Лунзян и титула Харбинское городское туристическое ангелство. Это означает, что пингвин Таусю, популярный во всей стране, станет ледяным и снежным ангелом Хей-Лунзян, предоставляющим городской туристму Харбина. Во время снегобада центральная улица и Софийский собор приобретают уникальный карарит. Софийский собор очень похож на девушку, выходящую замуж в снежный день. Он приобретает за всеобщее внимание, хотя еще холодно, но люди в восторге. Это ощущается праздно, если смотреть на это из тарега и с близкого расстояния, но в любом случае это очень романтично. Но случайно Харбин ставится восточным барыжем. Он выиграет еще гороритнее после снегопада. Тайные показывают, что за первые два месяца этого года количество загазов в периодах на горнорыжные курорты провинции Хей-Лунзян увеличилось более чем на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество загазов на горнорыжные Адери увеличилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С момента открытия парка 24-й Харбинский мир ряда и снега было принято более 810 туристов. Ревобитный район Родина снега принял 310 туристов.